В этом видео я расскажу, как восстановить цикл, если он у вас сбился. Привет, меня зовут Алена, я медицинский психолог-нутрициолог. Если у тебя есть вопросы, пиши под этим роликом. Если случилась проблема с действительно месячными, конечно, ты уже, наверное, сходила к гинекологу, тебе выписали дюфастон или какие-то другие препараты. Если это тебе не помогло или помогло и вызвало какие-то дополнительные проблемы, проблемы, которые отражаются на твоем эмоциональном и физическом состоянии, то очень важно понять базовые вещи, по которым, возможно, у тебя сбился цикл. Первая история, это самое главное выяснить до входа дальше в объяснение. Был ли у тебя какой-то критический стресс, который мог повлиять на твое состояние? Это, может быть, была смена работы, может быть, это был переезд или какое-то сильное обучение. Может быть, это было все и сразу. Возможно, ты имела какие-то проблемы со здоровьем, возможно, переболела вирусом или какая-то была текущая вялая воспалительная история. Это очень важно, потому что стресс бывает физическим и психическим. Физический стресс, он такой же стресс, когда, например, твой организм недополучает чего-то или ты что-то даешь, что он не может правильно воспринять. Я исходя из питания говорю. Другой момент. Если у тебя есть проблемы с циклом, то, скорее всего, есть проблемы с питательными веществами, которые нужны вообще, в принципе, тебе. И ты, наверное, уже задавалась вопросом о том, что нужен там витамин D, нужен магний, нужен комплекс группы витаминов B, нужен витамин C, нужны базовые аминокислоты на ежедневной основе, нужно движение, нужна качественная жидкость, это чистая вода, да, или если воды слишком много бывает, кому-то спортсменам нужны электролиты, то есть это ты, наверное, уже все знаешь. Плюс ты знаешь, что женское здоровье тоже напрямую зависит от пробиотиков и пребиотиков. Если, ну, как бы объяснить, как в толстом кишечнике, там, патогены и нехорошая качественная микрофлора, рядом с флагаль, в общем, рядом с женскими органами, тоже могут быть какие-то такие сложности. Следующее, если были проблемы с циклом, возможно, это история, завязанная на, как я сказала, питании. Если питание богатое сахарами, зерновыми продуктами с фитиновой кислотой, если питание богатое крахмалами, не несущее в себе какой-то нутриативной плотности, качественной, то есть строительного материала, такого для поддержки митохондрий, то это может влиять. Что я имею в виду? Например, девушки, которые сидят на салатиках, на супчиках, на, ну, там, картошечку она поела, булочкой закусила, салатик она съела, кофеек запила, бананчик она съела. Да, это все прекрасно, но в долгосрочной перспективе это не работает. Ты же понимаешь, что есть огромное количество аминокислот и витаминов, которые приходят более в качественные продукции. Это субпродукты, это морепродукты, это яйца, да, это в качестве кишечника профилактики, это салаты различные, да. И вот в качестве профилактики микробиома это кисломолочные продукты, только качественные. Если твой организм долгое время получал некачественные продукты, либо продукты, обработанные химией, так бывает, что мы получаем в организм отраву, которая заставляет нас еще больше усиленно работать на выведение. Поэтому, если питание было некачественное, или, возможно, ты думала, что оно было качественное, но некачественное, это отражается напрямую на твоем гормональном здоровье. Плюс, на гормональное здоровье очень сильно влияет, где ты живешь и чем ты дышишь, где ты находишься. Если ты там круглосуточно работаешь в онлайне, в закрытом помещении, и там у тебя нет какого-то такого момента отдыха, это будет супер влиять на твое гормональное здоровье. Потому что сдавлены органы, сидишь, все сдавлено, кровообращение нарушается, и тут достаточно важно подходить к этому с умом. Следующие гормоны часто сбиваются, как я сказала, на перенесенных вирусах и инфекциях. Простите, вашему организму нет построения гормонального фона, если он борется с каким-то хроническим воспалением, либо перенес какую-то инфекцию. Сейчас бы поднять иммунитет, сейчас бы поддержать все силы, все основные системы, но репродуктивно это не так важно, как сердце, легкие почки, мозг, все это более важно. И другой момент, если есть еще психологическая нагрузка, то есть ты себя не умеешь останавливать в чем-то, не умеешь сама успокаиваться, отдыхать, то твой организм начнет катастрофически вот так с тобой себя вести. И да, все эти вещи можно менять, особенно если ты много стрессуешь. Про ключевые нутриенты я, по-моему, записывала отдельный ролик, в котором я проговаривала, какие нужны базовые аминокислоты, какие там пробиотики, какие витамин С, коэнзин. Ну, в общем, если нужна была нутриативная поддержка, я тоже снимала на этот счет ролик. Могу сказать, что это все восполнимо, если ты обратишь внимание на те базовые пункты, которые я тебе сейчас набросала. И считаю, что это уже отличная классная история, которая поможет тебе справиться. Пиши, моя красавица!